На Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Хоккейный клуб Гомель вновь сильнее молодежной сборной Беларуси. Во втором матче подряд Рыси уверенно переигрывает своего оппонента. На этот раз с еще более крупным счетом. Как и в предыдущем матче, гомельчане хорошо начали и уже в первом периоде свое преимущество конвертировали в забитые шайбы. К 16-й минуте счет на табло горел 4-0. Отличились Колосов, Ревенко, Соломонов и Житких. Завершен был разгром во втором периоде Степановым. Эта победа позволила команде сократить отставание от идущего вторым солигорского шахтера на один балл. Правда, у горняков одна игра в запасе. Свой поединок выиграл еще один представитель региона Жлобинский Металлург. На домашнем льду столевары переиграли «Динамо» из Молодечна. Выдержав стартовый натиск гостей, хозяева удачно реализовали свои моменты. К концу второго периода забросили три безответные шайбы, после чего приступили к игре на результат. Голки Пирогеев капитулировал лишь один раз, а за весь матч, стоит отметить, отразил 44 броска. 3-1 победа Металлурга. Завершились полуфинальные бои 16-го международного турнира памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева. За золотые медали соревнований по-прежнему борются шесть спортсменов Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств. В решающей стадии регион представят Юлия Панасович, Галина Бругевич, Антонина Аксенова, Виктория Кебикова, Александр Халаев и Владислав Смягликов. Финальные бои стартуют завтра в 17.00. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Федерации бокса. Сегодня в Гомеле стартовала областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по вольной борьбе среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Участие принимают все учреждения, которые развивают этот вид спорта. Состав участников довольно серьезный. Всего на областную спартакиаду заявлено 150 спортсменов. Представлено по 10 весовых категорий у юношей и девушек. Накал борьбы будет не шуточным, ведь ребята этого возраста стоят на пороге взрослого спорта и потому особенно мотивированы. За происходящим внимательно следит тренерский состав. Лучшие смогут не только поехать на республиканскую спартакиаду, но и в следующем году получить возможность отобраться на первенство Европы и мира. Мало для ребят ответственный старт, это потому что они должны все время доказывать, что они сильнее плюс. Детские спортивные школы, это соревнования комплексные, детские спортивные школы показывают, что у них есть на сегодняшний момент, как развивается у них вид спорта. В какой школе он более сильный, более приоритетный. Завтра футбольных болельщиков ожидает Полесское дерби. Гомельский локомотив проведет домашний поединок против жидковического ЮАСа. Начало игры в 15.00. Железнодорожники на данный момент расположились на седьмой строчке турнирной таблицы. Соперники на 11.00. История взаимоотношений команд насчитывает всего один матч первого круга нынешнего розыгрыша. Тогда была зафиксирована ничья 1-1. В эти выходные стартует чемпионат Беларуси по баскетболу среди женских команд. Гомель СОЖ первую игру проведет в воскресенье на выезде против Гродненской Виктории. Также болельщиков порадует и возвращение женского волейбола. Гомельская надежда первые игры проведет дома соперник Минскер Гор 2004. Завтра начало в 16.00, а в воскресенье старт запланирован на 12.00. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.